Итак, приветствую всех коллеги. Сегодня у нас второй день обучения инвестициям. И сегодня у нас спикером является Олег Погожев, человек, который устраивает значительное количество конференций, в том числе и в главном мейке страны Всколково, он работает с инвесторами и развивает интенсивно культуру, стартаперскую культуру, бизнес-культуру в России. И именно поэтому я хочу Олега пригласить на второй день, чтобы он рассказал более подробно про то, что он делает в России, и про то, как он это делает, и про то, как вам можно совместно с ним принимать участие в каких-либо иных мероприятиях. Тебе слова, Олег. Немножко перебрыгнул эту тему. Принимать участие в мероприятиях очень легко. Достаточно просто увидеть анонс мероприятий и принять в нем участие. Так, друзья, тут звук не выключен. Выключите, пожалуйста. Сейчас у меня ребята всех выключат сейчас. Ага. Вот, поэтому коротенько сейчас поговорим про, вообще про то, как все-таки возможно и возможно ли сегодня, начиная к бизнесу, привлечь инвестиции. И, да, что для этого делать и какие возможности имеются. Ну и пара буквально тонкостей от меня. Ну и, соответственно, потом, если будут вопросы, будем отвечать. Так, ну, по мне еще раз поподробнее. Я являюсь управляющим партнером инвестиционной компании Perspective Projects Venture. Вместе с партнером, с моим центром Андреем Ратниковым, мы развиваем эту компанию управляющую. Должны были в марте подписывать фонды под управление, но не успели по известным причинам. Поэтому мы временно управляющие без фонда. Но, тем не менее, мы работаем с партнерами. У нас есть партнерские инвестиционные компании, с которыми мы взаимодействуем. У нас есть инвестиционный клуб Perspective Projects, который является, собственно, организатором форумов про инвест, инвестиционных завтраков, открытого микрофона в Сколково и еще целого ряда мероприятий. Сейчас мы это чуть-чуть стараемся делать в онлайне, потому что офлайн весь поотменялся. Делаем сейчас про инвест онлайн вместе со Сколково в мае. То есть буквально сегодня лендинг появится, и кто в наших сообществах увидит анонс в наших сообществах либо в анонсах Adventureland Сколково, если вас в этих сообществах нет, вы можете через сайт ppinvest.club подать заявку и бесплатно попадете в рассылку. А вот, теперь что касаемо инвестиций, к сути переходим нашего сегодняшнего разговора. Время непростое. Да, мы бодро шагнули в такой период экономического кризиса, причем экономический кризис впервые за много десятилетий вызван неэкономическими причинами, и поэтому многих совершенно поверг в шок. Для многих это сейчас очень трагичные такие времена. Но пройдет время, посмотрим, и все это, конечно же, поустаканится, и будем жить дальше. Потому что люди никуда не делись, карантины сейчас все равно закончатся во всех странах, там, раньше или позже. Мы там все равно будем что-то делать, работать, люди также будут хотеть есть, пить, путешествовать, развлекаться, покупать какие-то товары, работать. То есть постепенно все равно будем возвращаться к нормальной жизни. Понятно, что какое-то это время займет, какое время сейчас прогнозировать невозможно, потому что зависит все, повторюсь, не от экономических факторов, не от каких-то предсказуемых компонентов, а вот от вируса, который пока человечество не контролирует. Я уверен, что мы его победим. Что касается бизнеса в России в частности, это очень важный момент, потому что мы сейчас говорим про начинающих предпринимателей, те, которые только делают первые шаги в бизнесе, либо вообще только еще задумываются о бизнесе, и многие сейчас задают вопрос, блин, вообще реально какой-то сейчас бизнес начинать, и имеет ли смысл об этом думать, может просто там скакать, бегом искать куда-то работу. Так вот, скажу вам, работу будет найти сложнее, чем начать свой бизнес, это 100%. Причем в России у нас специфическая такая ситуация. С одной стороны, многие вот в минувшие годы впали в очаровании этих красивых историй из долины, из Лос-Анджелеса, да, из Калифорнии, из США, про стартапы, технологии, венчурные инвестиции, вот. Ну и мы там к этому, да, сопричастны тоже. Но тут про что я хочу сказать. Если вы предприниматель, хотите начинать какое-то дело сегодня, и не очень понимаете, что такое венчурные инвестиции, то это не для вас. То есть вы не для венчурных инвестиций создаете свой бизнес. Очень тонкий момент, да, то есть, ну, классически, обычно объясняешь, что есть там обычный бизнес, который там можно, не знаю, на углу открыть кофейню дома и всю жизнь там продавать кофе, зарабатывать себе на жизнь, да, ну, бизнес-бизнес. Это может быть какое-то производство под какой-то конкретный спрос, и вы всю жизнь там какой-то объем продукции производите, там, как качаетесь с рынком, но тем не менее зарабатываете себе на жизнь. Это бизнес, да, это бизнес. Можно ли привлекать в такой бизнес инвестиции? Конечно, можно, только это обычные инвестиции в виде не просто каких-то денег, ну, если, конечно, вы кредит не берете. Это обычно партнерские взаимоотношения, когда вы берете на себя какую-то там часть работы, а кто-то заходит с деньгами, либо вы как-то делите там эти финансовые обязательства. Подобные бизнесы иногда даже очень сильно вырастают, становятся крупными компаниями, то есть, ну, вот могу пример привести, там, Игоря Рыбакова с его Технониколем, да, то есть огромнейшая производственная компания, которая там сумасшедшим образом выросла там за каких-то там 10-15 лет. При этом они, конечно же, не венчурные, никакой бизнес, это просто производство, классический бизнес, классическая бизнес-модель. Что такое венчурные инвестиции? Венчурные инвестиции — это бешеный экспресс, бешеный сумасшедший экспресс, который не очень характерен для России, потому что мы все-таки больше, когда говорим про венчурные инвестиции, это про рынок США, либо про какие-то глобал-маркеты, потому что считается, что у венчура нет локальных рынков, у венчура только глобальный рынок. И весь венчур — это, по сути, построено все на финансовых инструментах, то есть на венчурных фондах, на венчурных инвесторах, которые таким образом там часть своего капитала вкладывают вот в эти высокорисковые инструменты, в венчурные стартапы, с одной единственной надеждой, что в конце концов этот стартап выйдет на IPO, и будет публичное размещение, где там миллионы людей купят акции, и все инвесторы первоначально хорошо заработают. Либо эта компания будет продана какой-то корпорации тоже с большим мультипликатором. А вот, все это делается только для этого, под это рисуются там цифры, и постоянно основатели этих компаний находятся под прессингом, чтобы они вот качали-качали эти показатели унит-экономика, пофиг там даже, что они там почти никогда ничего не зарабатывают, да, посмотрите там на Uber, посмотрите там на проекты Илона Маска, ну, не связанные с космическим отраслью, то есть это чисто венчурные проекты. Ну, и самым таким, наверное, для России реалистичным здесь, реалистичной историей, это может быть все, что связано с IT, у нас много IT-инженеров, да, и IT-стартап по факту создать, наверное, проще всего, если вы там являетесь специалистом в какой-то области, да, то есть вы можете там закрутить какой-то IT-проект, не знаю, IT-проект любой, от интернет-магазина до инфраструктурной платформы на искусственном интеллекте с блокчейном и женщинами легкого поведения, то есть это все будет некий такой IT-стартап, и если вы точно попадете в рынок, у вас будет хороший спрос, хороший рост показателей по клиентам, даже не по выручке, то вы можете зайти в эту венчурную куруссель. Но еще раз повторяюсь, что в России все-таки это не совсем типичная история, у вас не так, у нас есть, конечно, примеры успешных компаний, вышедших рынок венчурного капитала, вот, но их не так много, как хотелось бы, наверное, и вообще вся наша экосистема бизнесовая в России построена немножко на других лекалах, и даже с Колково тут на самом деле немножко из другой оперы, то есть у нас изначально все бизнес-проекты со стороны государства, им говорят, ребята, давайте там поддерживать страну, создавать что-то для страны, вот, а повторюсь, венчурный рынок, это не про страны, не про локальные территории, это про global markets, про огромные-огромные рынки, и туда эти компании должны метить, иначе это не венчур. Вот, возвращаемся к приучению инвестиций. Без разницы, какое время, хоть какой кризис, мы все знаем, что даже в самые страшные войны, когда были разрушены предприятия, экономики целых стран, всегда были люди, которые умудрялись зарабатывать деньги, создавать какие-то предприятия, выстраивать какие-то цепочки и так далее. Это люди, их называют предпринимателями, и предприниматель, слово предпринимать, предприниматель, он в любой ситуации должен находить какие-то возможности, в том числе сейчас. Не надо там бросать меня в камнями, те, у кого там накрылись какие-то предприятия, блин, да, у меня тоже, я несу убытки, у меня вон форум отменился, где я должен, я в мае должен был заработать 11 миллионов рублей, а в итоге у меня сейчас там минус 3, и никто, конечно, никогда это не возместил, ни под какие программы государства я не попадаю, на что делать, мы сейчас другой деятельностью занимаемся, сосредоточились на наших проектах из других сфер. Вот, поэтому ищите возможности, повторюсь, люди никуда не делись, люди постоянно будут в чем-то нуждаться, и потребности людей надо удовлетворять, если вы нашли какую-то потребность и нашли способ ее удовлетворения, у вас будет бизнес, у вас будут деньги. Вот, если даже для реализации какой-то затеи, там, либо для масштабирования какого-то уже рабочего продукта вам нужны инвестиции, всегда можно их привлекать, инвесторы никуда не делись, более того, в России, если мы говорим опять-таки про начинающий бизнес, да, про стартовые какие-то вот такие проекты, для них всегда можно найти инвестора. Ну, я просто яркий пример, у меня куча таких инвесторов была, и я сейчас со многими работаю, и многие сейчас ищут как раз проекты, куда бы ложиться, но понятно, что куда попало, они не вложатся, ну, в большинстве случаев. Вот, я там составил маленькие такие памятки. Во-первых, чтобы в России, в России на идею денег не дают, бывают исключения, бывают, но это надо очаровать, инвестора, по факту, не знаю, там, навешать ему лапши на уши, потому что кроме идеи у вас ничего нет, и таким образом, не знаю даже, насколько этично брать у него деньги, поскольку вы просто будете брать деньги на тестирование какой-то своей гипотезы. Не знаю, на мой взгляд, это не всегда этично, но иногда прокатывает. Вот, поэтому все-таки нужно искать деньги не на идею, а хорошо бы, если у вас уже что-то, что-то вы уже попробовали, и вы можете это показать, продемонстрировать, и таким образом выстроить уже дальнейшую гипотезу, да, о масштабировании существующей деятельности, да, либо добавлении каких-то туда плюшек, либо использование какого-то смарт-ресурса, вот именно конкретного инвестора, который там, помимо денег, там, как-то еще станет вашим партнером. В России мы, да, когда говорим о современном бизнесе, о привлечении инвестиций в современный бизнес, то мы делаем нечто среднее между классическим вот этим бизнесом, там, а-ля кофейня на углу, и вот IT-стартапами в США. То есть мы как бы не то-не то делаем, но мы делаем что-то посередине, поскольку, скорее всего, присутствует какое-то технологическое решение, либо инновационное комплектующее, вот, которое может быть не только в виде IT-решения, но и просто в виде какого-то подхода, который мы либо сами придумали, либо, скорее всего, скопировали где-то на западе. Вот. И под это дело, да, можно привлечь инвестиции. Нужен минимальный набор, на мой взгляд, для того, чтобы привлечь инвестиции. Вот я считаю, это репутация основателя, наличие команды, наличие MVP, либо наличие соглашения с инвестором поздней стадии, но это больше к венчуру относится, то есть, когда вы уже выстраиваете целый трекинг вашего проекта, наличие продаж, либо наличие конкурента с копируемой модели. Кратко пройдусь по всем пунктам. Репутация основателя. У нас, в отличие от западных стран, США в первую очередь, у нас любят все-таки, чтобы за плечами у человека был какой-то успешный проект, ну, либо какой-то успех, либо опыт работы в компании, которая добилась какого-то успеха. Ну, вот, если во всем мире считается, что там предприниматель, 10 раз проваливший стартапы, заслуживает, там, в первую очередь, инвестирования, так как он якобы обладает определенным опытом, в России смотрят немножко по-другому, поэтому поищите в своей биографии какие-то достижения и постарайтесь все-таки как-то на них сделать какой-то упор, когда вы рассказываете о себе. Второй пункт, наличие команды. О, можно назад немножко повернуть. Второй пункт, наличие команды, да, то есть у вас должно быть, не знаю, хотя бы два человека, чтобы вы там не один были, такой сам себе молодец, а чтобы были люди, которые будут вас поддерживать, потому что один человек может, не знаю, заболеть, устать, проспать, там, ну, всякое случается. И, конечно, должна быть команда, где лучше, чтобы это уже было несколько людей, где вы что-то делегируете, и таким образом вы более эффективны. Даже мы вот сейчас работаем, вот вчера буквально говорили с девушкой тоже по нашему проекту, по которому сейчас реализуем, что нам нужен третий человек, потому что мы просто, вдвоем, нам чуть-чуть не хватает времени даже просто на все переговоры, которые мы ведем. Поэтому команда очень важна. Наличие MVP, я уже сказал, что, ну, должна быть какая-то уже тестирована гипотеза, что вы можете показать. Сюда же, кстати, скажу про финмодели. Все носятся стартаперы с этими финмоделями, но эти финмодели полная туфта, потому что, если у вас финмодель не построена на конкретном примере, то есть вы там, условно, не можете показать какое-то производство, либо, не знаю, там магазинчик, либо хоть что-то, где вы там продали, заработали, и вот такие у вас показатели, то если модель построена без таких исходных данных, то это не финмодель, это полная фигня, там пальцем в небо, вы можете ее даже никому не показывать, потому что не бывало ни одного еще случая в природе, чтобы стартовая финмодель на предпассивной стадии сошлась с данными, которые будут там через год-два. Так, в ВШ и вестерном поздней стадии проходим, наличие продаж понятно, ну и наличие конкурентов с копируемой моделью, это прям вот в России хорошо работает, потому что мы страна третьего мира, смиритесь с этим, и просто можно смело смотреть там США, Израиль, Азия, там, что там выстреливает, и просто пытаться копировать здесь у нас. Все это касается как глобальных проектов, так и каких-то небольших, мелких, небольших, мелких, некрупных проектов. Едем дальше. Очень важный момент. Когда говорите про деньги, просите денег больше. Я за прошлый год, прошлый год был очень активный в плане всяких стартапов, их стало больше, и качество в целом стало выше вообще основателей. Ребята там сейчас молодцы, хорошо. Ну, много появилось информации, в том числе бесплатных образовательных продуктов. Да, там, Free стараются, Yellow Rocket стараются, Юрий Ярцев там старается, переводит в iCombinator лекции. Вообще, много хороших информаций ребята стали читать, и в целом уровень стартапов подрос. Но что удручает, все просят какие-то маленькие деньги, приходят, просят миллионы рублей, или там 30 тысяч долларов. Для меня это просто странно, потому что этих денег ни на что не хватит. Вот я считаю, что стартапу, который вот только стартовал, нужно минимум 5 миллионов рублей на год. Ну, минимум, это просто вообще самый-самый минимум, просто чтобы прожить. Да, чтобы прожить, вот все протестировать, и хоп, там что-то у вас должно заработать, и начать вам давать какой-то кэш-флоу, какой-то приток денег, да, для первой продажи. Если вы там еще и разработкой занимаетесь, упаси Господь, привлекаете внешних подрядчиков, ну, сумму надо минимум в три раза умножать. Ну, иначе просто вы опять-таки обманываете себя, обманываете инвестора, особенно, если у инвестора это какие-то там, не знаю, там, упаси Господь, последние деньги, то вы просто сожгете его деньги, сожгете свое время, и ничего у вас не получится. Поэтому считайте всегда с запасом, простите больше, если, там, не дают столько, сколько надо, на меньшее никогда не соглашаетесь. Да, вот третий пункт, деньги кончаются раньше, чем подписываются соглашения с инвесторами в следующей стадии. Это 100%, и для венчура это точно так же. И там, когда смотришь, там, США, да, они привлекают сотни тысяч долларов, миллионы долларов, там, даже, там, на каких-то ранних стадиях. Так это потому, что у них там все очень дорого стоит. И эти цифры, они оправданы просто их расходами. И все это понимают, что денег должно быть запасом. Да, и нужно понимать, что даже если вы создали компанию, и у вас пошли продажи, а деньги кончились, а продажных еще, продажных потока денег еще не хватает на покрытие операционных расходов, вам придется просто очень сильно понижать планку, ища, там, инвестора срочно будете там отдавать какие-то свои доли, практически разрушая свой бизнес, потому что отдать большую долю в бизнесе это практически наверняка, ну, вот там, на ранней стадии это убить будущее этого проекта. Да, ну, и пятый пункт резерв на пиво, это, блин, тоже такая штука, которая только-только начинают в России принимать и понимать, это возможность полностью сменить концепцию вот нашего бизнес-подхода. То есть, вы можете там начать выращивать шампиньоны, понять, что рынок занят вам, туда не войти, и, не знаю, там, начать выращивать помидоры, или вообще полностью сменить, там, допустим, там, на ремонт бытовой техники перейдете. Ну, сейчас просто из головы говорю. То есть, варианта два всего, да, когда отхончились деньги, польза не подтвердилась, либо закрыться и разбежаться, ну, и тогда все все теряют, вы теряете время, инвестор теряет деньги, либо просто сказать, что, блин, да вот же тут есть ниша, мы тут случайно, пока год работали, увидели, что вот где можно зарабатывать, давайте лучше здесь попробуем, и попробовать там, и на это, на это попробовать, у вас должны оставаться ресурсы, потому что попробовать, и дайте нам еще денег, так не работает. Едем дальше. Вот, где искать деньги? Самый частый вопрос. В мирное время, до карантина, я всегда советую ходить на мероприятия. В Москве вообще с этим проблем нет, куча мероприятий проводится, проводилась, всевозможные там, пич-сессии, встречи с инвесторами, фри, эксцемераторы, с Колково, много-много мероприятий. Эти мероприятия, понятно, что там инвесторов не так много ходит, ну, хотя, например, Сергей Ряханов проводит мероприятие, он просто силой затаскивает туда инвесторов, причем разных тематических и нетематических тоже. Есть инвес-завтраки у нас в бизнес-клубе, в других инвес-клубах. Эти все мероприятия публичные, туда можно попасть, практически всегда бесплатно, либо там за какую-то копеечку. их нужно посещать, даже если вы там еще только начинаете путь, чтобы главное просто начать знакомиться с людьми, слушать людей, понимать, что к чему. то есть там несколько месяцев ходьбы по таким мероприятиям у вас в голове выстроит какое-то понимание, как вообще дальше двигаться. Если грамотно выстраивать коммуникацию, то есть ненавязчивое знакомство, поиск общих интересов с людьми, то тогда у вас еще и потенциальные появятся контакты, которым можно предлагать свой проект. Не надо свой проект прямо с первых встреч всем пихать, пока вы не поймете вообще целевой фокус человека, инвестора, не найдете какие-то к нему контакты, чтобы начать разговор не с того, что посмотрите мой проект. Это неэффективно. Точно так же нельзя рассылать, спамить своим проектом ящики инвестфондов, либо там ящики венчурных фондов, если у вас вообще не венчурный проект. А, повторюсь, большинство проектов все равно не венчурные. И те венчурные фонды, которые... Почему венчурные фонды? Потому что венчурные инвесторы, они публичные люди. Они вынуждены быть публичными людьми, поскольку сложно найти потенциально перспективные проекты в сфере венчурных инвестиций. И поэтому все венчурные инвесторы такие публичные люди, потому что они прям выходят и говорят, давайте все ко мне. А кто такой обычный инвестор? Просто может быть предприниматель какой-то, совладелец какой-то компании, может быть руководитель компании. Он обычный человек, там ходит просто из любопытства слушает, но при этом у него может капитал там быть, не знаю, миллиард рублей, и там 20 процентов, 200 миллионов он готов там условно в стартап, какой-то пожертвовать стартапу. То есть такую для себя он придумал, для диверсификации. И таких людей очень много. Плюс в случае очень многие позаканчивали всякие MBA-программы, российские вот инвесторы, которые там, не знаю, на девелопменте, на каких-то производственных компаниях заработали свои капиталы там, нулевых там, и сейчас смотрят, все интересуются, интересуются IT, интересуются вот этой сферой. И несмотря на вот эти сейчас просадки, те, у кого там предприятия, ну, совсем не встали, они, в принципе, никуда не делись, так же все это смотрят. Поэтому смотрите, спрашивайте, знакомьтесь, да, вот правила рукопяти рукопожатия, никуда не делась, до любого человека можно дойти через просто посмотреть, кто у вас в окружении. Вот. На самом деле, люди хотят дать вам деньги, я с этим много раз сталкивался. Конечно, все осторожничают, никто там не раздает деньги там просто так вот первому встречному, но реально они хотят, потому что деньги, когда просто лежат, они сгорают практически, медленно, но сгорают. Если деньги лежат в банке, они тоже сгорают. Все хотят деньги вложить, и так, чтобы сразу там x100. И вот эта вот жадность, она присуща человеку, вот нужна жадность. Для чего люди играют в лотерею? Из такой вот жадности, такое желание быстро обогатиться. Точно так же инвесторы, они такие же люди. Ну вот у них, вы их лотерейный билет. И по факту, если вы грамотно себя продаете, то вы получите эти деньги просто лишь вот из этих внутренних таких вот аспектов психологических, желания такой наживы, успеха какого-то такого быстрого. Вот. Это нормально. Да, учитесь договариваться, читайте литературу по переговорам. Это очень важно, договариваться уметь. Вообще в России сложно. Ты же всю прошлую неделю встречаемся с людьми с разными. Такие тяжелые переговорщики. Ну, не умеют у нас люди договариваться. Я считаю, что договариваться можно всегда и обо всем. Если не получилось договориться, можно всегда вернуться и передоговориться. Но мы же люди. Вся, весь бизнес, все вообще вокруг построено на коммуникации. Не знаю, назовите это нетворкингом, но я считаю, что этот термин гораздо шире должен быть. То есть, это коммуникация, вообще контакты, общение, какие-то психологические нотки. То есть, вот я там люблю книги, у меня друзья есть в ФСБ, они мне дарят учебную литературу по коммуникации с людьми, там, как вести переговоры, как выстраивать цепочки коммуникации. Вот это очень такая полезная литература. Она в открытом доступе, в принципе, вся есть. Читайте, учитесь. Это очень важно. Вот. Про бесплатные деньги. Постоянно рассказываю. Почему-то люди забывают, что вокруг куча бесплатных денег. Причем в России. Вот в Америке нет бесплатных денег. В России есть. У нас постоянно какие-то гранты, конкурсы, акселераторы с призами, без призов. Я вот буквально до карантина ходил на 2 или 3 хакатона, где, да, вот команда разработчиков получали какие-то денежные призы просто за то, что они там ночью там разрабатывали заказ там проверства, какой-то проект. А вот. Это все бесплатные деньги. Все программы, изучите, какие есть там, фонд Бортника-Не-Бортника. Правительство всех регионов какие-то программы выкатывают. Департамент, там, Министерство экономического развития. У них у всех есть программы. Они обязаны вам даже вас проконсультировать, если вы туда к ним обратитесь. Потому что у нас там чуть-чуть 6 миллиардов рублей, что ли, в том году было закачано на поддержку предпринимательства. Если вы предприниматель, вы, конечно, имеете право претендовать на какую-то поддержку в рамках там этих денег. В том числе прямую там от каких-то фонда. Вот. Второй момент. Бесплатные деньги. Это могут быть спонсорские деньги. Если у вас проект какой-то тематический, в какой-то сфере, там, вот я привожу пример, там, карма для животных, там, да, вот, который, там, Мираторг сейчас купил, там, производит. Если какая-то такая тема, либо околоспортивная тематика, либо сейчас вот киберспорт круто растет. Там просторы для спонсоров безграничные. Просто ходите по компаниям, которые, условно, там, в этой тематике, либо размещают рекламу и тратят деньги на маркетинг в этой тематике. И вы просто найдете бесплатные деньги, там, не знаю, забрендировавшись, допустим, этой компанией, либо предложивши какие-то другие рекламно-коммуникационные аспекты. Обязательно становитесь блогерами, обязательно, там, ведите какие-то, опять же, в своей сфере бизнеса какие-то блоги. Пусть там будет небольшое количество человек, но это будет ваша потенциальная аудитория, ваши потенциальные клиенты и, возможно, партнеры даже. Это очень-очень важно. Вот. Ну, и самое главное, да, ищите партнеров, не инвесторов, потому что инвестор — это человек, который дал деньги и, как бы, хочет получить обратно еще деньги. То есть, это человек просто таким образом хочет умножать свой капитал. В большинстве случаев профессиональным инвесторам вне какой-то там специализированной сферы им не очень, как бы, даже интересно, чем вы там занимаетесь и так далее. Их интересуют только бабки. Вот венчурных инвесторов интересуют только бабки. Но это просто финансовый инструмент, например, да, венчурный фонд. Вот. Вот. А если вы ищите партнера, то есть это так называемый смарт-мани, когда человек может вам помочь советом, может там, не знаю, позвонить своему другу в банк, сказать там, ну, и переговори, там, ну, кредитную линию открой, тут я там тоже вложился, там, и так далее. Либо там поставщику, либо оптовой там розничной сети может вас завести, там, либо продукт вы где-то тестируете там на его предприятие. Это дает даже гораздо больше, чем деньги. Поэтому ищите партнеров, а не инвесторов в таком голом виде. То есть не бегайте там по рынку, размахивая своей финмоделью липовой, пытаясь найти просто какие-то деньги и разбежаться. Будьте умными, ищите партнеров. Так, кто-то спрашивал там, какую книгу по переговорам порекомендовать. Я, честно сказать, наизусть не помню. У меня вообще список книг и со страниц ВКонтакте. зайдите туда у меня, подпишитесь, посмотрите. Если он закрыт, я сегодня проверю, если закрыт, открою. ВКонтакте Олег Погожев. Подожди, я сейчас закончу вопрос уж потом. Что будешь кому-то давать? Плохо слышно почему-то? Я здесь ставлю дату обновления. Да, давайте вопросы позже, я буду уже сейчас заканчивать. Так, экономьте всегда очень важный совет, который где-то вот я прочитал, что в самом начале своего пути предприниматель думает о доходах, а когда он становится опытным, он думает об экономии. Это очень важный момент, потому что экономия это есть ваш заработок. Если вы можете найти возможность где-то на чем-то сэкономить, это ваши деньги, которые вы сохранили для себя. Поэтому старайтесь экономить на всем. Будьте очень аккуратны в обещаниях. Обещания не всегда влекут за свои последствия. Старайтесь там не обещать очень больших больших каких-то, не знаю, перспектив команды, особенно финансовых, но раньше времени. Старайтесь мотивировать их по-другому. Особенно партнеров тоже не обнадеживайте раньше времени, если у вас нет подтверждения каким-то прибылям, доходам и так далее. Не нужно людей обнадеживать существующими деньгами, потому что потом они будут задавать вам вопросы, если вы свои обещания не исполните, будет неприятный осадок, и люди могут уйти и так далее. При подписании соглашения старайтесь выторговывать себе минимальные расходы, допустим, если вы там с коллективом как-то договариваетесь на старте, да, говоришь, вот давай начнем работать, ну вот давай начнем, ребята, вот с такой-то зарплаты поменьше, максимально поменьше всегда ставьте, объясняйте это разными моментами, но для человека нужно иметь куда-то расти, там, давайте потом, может быть, вы там больше заработаете, когда мы станем крутой компанией и так далее. Это очень важно, замотивировать людей и работать сначала не за деньги, потому что фонды плата труда это то, что будет сжигать вообще все, что у вас есть, все инвестиции, все первоначальные поступления, и вам будет очень тяжело, если вы сразу пропишите большие фото. Я делал такие ошибки в жизни, никому не советую. Вот, создавайте резервы обязательно, как я уже говорил, у вас должен быть резерв на пиво, у вас должен быть резерв на, там, какую-то непредвиденную ситуацию. Вот сейчас очень многие предприятия встали и просто в выручающем положении, потому что не было резервов никаких, тогда никто же не ждал какого коронавируса, да, и вот этой карантина. И сейчас большие проблемы испытывают. То есть, помните всегда об этом, мы переживем это время, но дальше тоже будем создавать компании, зарабатывать деньги и давайте создавать резервы. Смотрите дальше. Особенно вот это совет для тех, кто начинает предпринимателей. Если удалось заработать большую сумму, думайте о том, куда вы можете инвестировать, там, в свои какие-то свои проекты, планы, в себя, то есть, там, в резервы что-то отложить. Большинство предпринимателей, я видел вообще дофига разных историй, то есть, минувшие годы особенно, люди получали, там, какой-то первый большой кэш, там, условно, там, десяток миллионов рублей, и шли и покупали Rolls-Royce. Я говорю, блин, зачем тебе Rolls-Royce? Он говорит, я там всю жизнь мечтал, это там, визуализация, там, вот я Rolls-Royce. А потом, через год он бегает этот Rolls-Royce продать, не знает как, блин, потому что у него там везде дыры, кассовые разрывы, нечем, так сказать, жопу подтирать. Вот, то есть, нужно очень аккуратно с этими вещами. Мечты, конечно, очень классные, но, блин, они реализуются, может чуть попозже, но зато у вас будет финансовая подушка, спокойность, уверенность и, блин, в конце концов, деньги на то, чтобы купить бензин, чтобы это Rolls-Royce заправлять каждый день. А вот, и для того, чтобы все это вместе свести, введите украинскую отчетность. Ежемесячно ее просматривайте на предмет того, где можно что сэкономить, где можно что урегулировать какими-то такими моментами, чтобы там, так сказать, и вам, и нам осталось. Каждый месяц это просматривайте, а потом еще раз просматривайте. Это мой просто совет всем, особенно начинающим предпринимателям, которые об этом никогда не задумываются. Вот. Ну и напоследок такого уже немножко менее, менее привязанного к каким-то материальным вещам. Да, ну, во-первых, никогда не сдавайтесь. И это не просто, не психологический даже совет, а просто все ситуации в нашей жизни выстраиваются вокруг людей. Да, я про это уже говорил. Людей очень много, и значит, вариантов для разных ситуаций очень-очень много. И что бы ни происходило, даже сейчас, в это совершенно непонятное время, повторюсь, люди никуда не делись, они все остались, людей очень много, и наш мозг просто не всегда даже все варианты может вот эти вот придумать. Их всегда больше, чем просто может просчитать наш мозг. И именно помня об этом, вы должны понимать, что в любой ситуации есть еще какие-то варианты, еще и еще. Когда вам кажется, что блин, все, на самом деле есть еще миллион вариантов, как решить эту ситуацию. Поэтому никогда не сдавайтесь, двигайтесь вперед, и все получится. Второй момент, это из второго там слайда было, да, про переговоры. Если вам отказали, без разницы в чем, в инвестициях, не знаю, в приеме на работу, да хоть в чем, можно вернуться и передоговориться. Всегда. Вот это сто процентов. Про это почему-то люди думают, да как я пойду, да меня же там уже там, ерунда. Вернитесь и передоговоритесь. Всегда можно передоговориться. Вот. Третий момент, не концентрируйтесь на деньгах, если деньги нужны срочно, и в панике ваш разум сужает коридор восприятия. То есть вы перестаете видеть вот эти вот миллионы вариантов, про которые, да, я сказал в первом пункте. Успокойтесь, не думайте о деньгах. Даже если все вообще летит в тартарары, вам нужно быть спокойным, потому что спокойствие дает вам вот эту психологическую разгрузку и возможность перебрать все возможные варианты, где вы обязательно сто процентов найдете решение ваших проблем. Потому что много людей, много вариантов. Ищите их, вы обязательно найдете. Вот. И тем, кто создает новые продукты, концентрируйтесь на болях ваших клиентов. Делайте продукт как для себя, делайте на самом высоком уровне. И тогда у вас будет самый лучший качественный продукт, который будет востребован и в России, и в мире, и всегда. То есть думайте, вот как для себя просто делайте. Не делайте вот на вижу бы побыстрее, без делать бы там, да и продать. Ну, это неправильный подход. Нужно делать всегда на высочайшем уровне все. Вот. у меня все, наверное, поэтому готов ответить на ваши вопросы. да, очень круто. Спасибо, Олег. я немножечко до расскажу. Для России, для России менее чем 22 миллиона рублей вообще лучше не собирать. вот вы пришли на рынок и меньше 22 миллионов, ну, меньше 300 тысяч баксов лучше даже не пытаться, потому что вам их не хватит этих денег. Вы, да, может быть, сделаете первые продажи, проверите первую гипотезу, продадите в канале, но вам нужно будет еще денег, вам нужно будет строить бридж, и вы потратите деньги еще на сбор денег. То есть вот такая штука произойдет. Поэтому, да, вы можете брать маленькими чеками, как я говорил, там, по тому же сейфу адаптированному по ГК РФ, но по миллиону рублей можете брать там с инвестора, можете идти там к физикам и по 500 тысяч с них брать, но менее 22 миллионов собирать нельзя на присиде. Второе, у вас в любом случае есть burn rate, так называемый, это та скорость, с которой вы сжигаете деньги. Если вы вот сожжете, как понять, что вам нужно привлекать деньги? То есть вы понимаете, что вы сжигаете, допустим, по 5 миллионов рублей, у вас осталось 15. Вот вы понимаете, что денег больше нет, у вас осталось 15 и хватит на 3 месяца, значит, нужно срочно бежать за новыми деньгами. То есть если у вас burn rate 3 месяца, за 3 месяца до окончания денег нужно бежать не тогда, когда деньги кончились, а за 3 месяца до того, как они кончатся. по поводу инвесторов в России очень некрасивая такая история, если инвестор приходит вам и говорит, я вам дам там 50 миллионов, но хочу 75% компании, 51% компании. Вот такому инвестору нужно сразу, даже если вам очень сильно нужны деньги, никто вам денег не дает, нужно его поблагодарить, сказать большое спасибо и сказать, мы продаем не больше 10% компании. Почему? Потому что за такой историей всегда кроется только одно, это недобропорядочность. Недобропорядочность. То есть если он хочет контрольный пакет, он размоет вашу долю и просто заберет у вас бизнес. По поводу, Олег, вот не могу с тобой согласиться, по поводу того, что вау, как круто, государство дает много денег, это очень плохо. Это очень плохо, объясню почему, потому что компании в большинстве случаев превращаются в грантаежек. Они привыкают искать вот эти деньги, они перестают делать бизнес и они пилят продукт, пилят звезду смерти, никому не нужную, они не идут, не продают, ничего не делают. И поэтому это очень плохо. И Россия сделала очень большую ошибку, когда начала раздавать эти деньги. Эти деньги нужно получить от клиентов, от партнеров, займы получить либо от инвесторов, но ни в коем случае не ходите за грантами, не ходите, ребята, за грантами, вы просто эту иглу подсядете и потом с нее не слезете. Это я вам гарантирую. По поводу смарт-денег, я тебя хочу в этом поддержать, я об этом не устаю говорить. Не берите вообще просто деньги, они вам не нужны, но возьмите просто займ. Но от инвестора, если вы будете брать деньги, берите только смарт-деньги, которые только могут вам помочь, чтобы инвестор побежал, был вашим адвокатом, чтобы он бегал перед своими партнерами еще где-то и постоянно везде вас двигал, на конференциях про вас рассказывал. Как это делаю я? То есть, ко мне приходят проекты, говорят, слушай, у тебя большой нетворк, а порассказывай, вот там, пускай обо мне в Гонконге ребята порассказывают. Тут не проблема. Я разговариваю со своими друзьями, мои друзья разговаривают там с топами, им рассказывают о проектах. То есть, им тогда хочется взять деньги и вам должно хотеться, когда про вас будут рассказывать, будет инвестор вашим адвокатом. И тоже не могу согласиться на такую тему, что делать продукт для себя. Ни в коем случае не делайте продукт для себя. Объясню почему. Потому что, если вы едите доширак, это не значит, что доширак будут есть все. Наверняка вы помните прикол, когда мы сидели, нам делать было нечего, были какие-то выходные, и мы придумали формат ресторана доширак. Ну, просто нам не в чем было заняться. И ребята взяли и открыли эту историю между двумя вузами в Волгограде, а второй еще где-то там в каком-то городе потом ребята капернули и открыли. И этот формат выстрелил. То есть, студенты ходили, и там 170 тысяч был кэшфлоу по месяцу. Ну, может, просто мы отгенерили такую чушь, да, как бы, а потом еще там с Бургер Кингом история завязалась, когда там собирались Бургер Кингу эту тему продавать. Ну, формат ресторана доширак. Но не факт, что у вас купят, если вы живете такой привычной жизнью, не факт, что такой жизнью живут все в стране. Делайте продукт для людей. То есть, спрашивайте у них, а как они работают. Есть такая очень крутая книжка, называется «Спроси маму». И я обязательно советую вам прочитать по поводу литературы. Это «Спроси маму». То есть, нужно научиться общаться с людьми, с вашими клиентами, строить с ними диалог, как они работают, чтобы понять, как вы можете решить проблему. Теперь по поводу продукта. Вот если вы вот на этом листе формата А4 не можете сделать свой бизнес, вот, то есть, условно, если вы не можете оказать консультацию или там не можете что-либо продать на листе формата А4, вам не нужна никакая IT-платформа, вам сайт никакой не нужен, вам ничего этого не нужно, пока вы не сделаете это вот на обычном листе формата А4. Все IT нужно только для масштабирования вашего бизнеса. Когда вы, условно, у вас там не один, а там 1011 клиентов, и тогда, когда вы можете работать. Очень крутая такая поговорка по поводу твоей последней фразы называется «Над 3 фута до золота». То есть, тогда, когда вы вот роете, 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 все, у вас уже сил не осталось, вы теряете сознание и понимаете, что все, нужно отказаться от идеи, всегда нужно рыть еще небольшой промежуток времени, потому что, когда вы вот полностью отчаялись, то есть, все, вы хотите все бросить, бросили уже все, это значит, вам осталось ровно 3 фута до золота. Что такое золото? Золото – это когда вы поймете, что все, бизнес точно нужно закрывать, чтобы фиксировать убытки и выходить из него. Либо, когда вы начнете действительно теперь к вопросам. Коллега, вопрос. MVP и наличие модели конкурента, чей бизнес можно скопировать? Это взаимоисключающие требования? Ну, это о разном просто. MVP – это у вас уже свое работающее есть, а скопировать модель – это еще не значит, что вы из нее MVP построите. Это просто как один из вариантов, это просто подумать о том, чем вам заниматься, и там уже потестировать гипотезу, уже исходя из того, что где-то есть рабочая модель, которую вы не обязательно идентично скопируете. То есть, можете взять оттуда что-то, что будет работать здесь, а что-то вы можете взять и здесь работать не будет. Но это уже там дальнейшее движение. Вопрос в том, что, когда я говорю про то, что люди приходят с идеей и просят как бы денег, то, во-первых, идея – это неподтвержденная гипотеза и по факту просить деньги на то, чтобы гипотезу протестировать. Вот. И, соответственно, если уж все-таки этим путем идти до конца, то инвестора-то как убеждать? Вот можно убеждить его, используя там пример, говорить, что вот… Ну, таких примеров очень много было. В конце 90-х ездили по миру очень многие российские предприниматели, которые тогда быстро обогатились и смотрели, что там, собственно говоря, есть такого, что нет у нас. И многие до сих пор так делают. Просто теперь подходы другие. Если раньше там видели торговый центр, там, супермаркет и открывали его здесь, приезжали, сейчас смотрят там на какие-то IT-решения, там, что-то такое современное, быстрое, что легко разворачивается. Поэтому я просто про то, что такая схема начала бизнеса имеет право на существование. То есть, я не говорю сейчас там покупать франшизы, там, вот это, это не про это. А именно вот посмотреть что-то и сделать свое. Это абсолютно верно. И я еще почему такую штуку, даже если вам сейчас дать исходный код Фейсбука, Убера или любую другую успешную компанию, в этот момент времени вы не сделаете. Почему? Потому что Убер взлетел тогда, когда люди в огромном количестве потеряли работу и на своей машине они зарабатывали деньги. По Фейсбуку были определенные условия там по эксклюзивности вхождения. Тогда не было этой эксклюзивности и Фейсбук взял именно этим. То есть, в нашем понимании, дорогая ложка к обеду. Следующий вопрос от Василисы Новиковой. Инвестиции в сельхоз можете ли что-то подсказать? Не безнадежно ли это? И есть ли интерес у инвесторов в сельскохозяйственной теме? Он был минувшие 5-6 лет точно. Мы увидели, как у нас появились огромные агрохолдинги. Тот же упомянутый сегодня уже Мираторг и так далее. Это связано с импортозамещением после 2014 года. Вот эта история была инициирована в этой стране. Понятно, что если мы говорим про какие-то маленькие инвестиции, все может быть. Я на самом деле не настолько эксперт в теме сельскохозяйства, поэтому, наверное, тут неправильно будет прям вот за все говорить. Что-то да, где-то возможно да. То есть я там вижу, что люди хорошо зарабатывают, не знаю, грибы выращивают, кто-то там еще какую-то такую продукцию делают. Сейчас на экспорт делают всякую специфическую продукцию. Даже вот мы с партнером занимаемся в Китае. Масла вот эти сейчас рафинированные поставляем тоже из России. То есть что-то где-то есть, понятно, но вот прямо в таких каких-то масштабных инвестициях, не знаю, побоюсь сказать за все, потому что не эксперт. Я не побоюсь сказать. Да, я не побоюсь сказать. Почему? Потому что как раз сельскохозяйственной темой я очень хорошо погружался в 2017 году, когда появилась идея перераспределять сельскохозяйственные потоки. И я должен понять одну простую штуку. То есть с учетом того, что мы за год там где-то 100 тысяч поставщиков покупателей было по России, у нас 98-99 тысяч автомобилей грузовых для перевозки грузов. И я могу сказать точно, что качество, производимое в Российской Федерации сельскохозяйственной продукции за исключением зерна, оно не то, что не соответствует мировым стандартам. Вот по поводу там масла. Масел в Китае, ты, наверное, Олег, прекрасно знаешь, что там должна быть высокая температура кипения. Наши производители жадничают 3 миллиона рублей, даже кредитные это не берут. Им говорят, ребят, мы ваше масло продадим в Китае, дороже продадим, гарантированно его продадим. Поставьте установку за 3 миллиона. Не, мы ставить ее не будем, мы продаем и так и продаем. И это касается всего. То есть люди говорят, мы не будем в этом участвовать, они просто не понимают, что такое IT, им очень трудно это объяснить. И говорят, мы лучше довезем яблоки на Фудсити из Краснодара, а потом вернем эти яблоки нашему покупателю в Волгоград. То есть люди вот на такие идут истории. И когда мы там с топом Сбербанка создавали аукцион на Фудсити, вот, ну, я такого идиотизма насмотрелся. То есть если вы хотите сделать бизнес в сельском хозяйстве, да, его можно сделать. Но если, но сначала вы должны найти покупателя, то есть вы должны прийти в сети, поговорить со всеми категорийными менеджерами, вы должны пообщаться с китайцами, узнать, что им нужно, полностью понять, что нужно покупателю, заключить предварительные договора, заключить какие-то соглашения и только после этого окунаться в какую-то тему с сельским хозяйством. В России нельзя вообще в эту тему лезть, пока у вас нет покупателя. Самая большая, вы можете с кулюгодно крутой делать сыр, но с большой долей вероятности он не окажется на полке супермаркета, а иных каналов сбыта у вас не будет. Потому что ритейл в основном. По поводу там за пределами России, да, можно выращивать. Сейчас Китай объявил потребность на конопляное волокно для своей армии, потому что они шьют огромное количество одежды сейчас не с хлопка, а из конопляного волокна, которые... Поэтому огромное количество инвесторов, в том числе и российских, кстати, один из топов Альфа-банк, проинвестировал в конопляную промышленность и засадил там более тысячи га конопляной продукции для того, чтобы делать из нее материал, а материал экспортировать в Китай. Все зависит от того, что вы должны поднимать тренды, куда вы это будете продавать. Только после этого идти денег, очень много в России, очень много денег в России, особенно у частных инвесторов. Главное понимать, куда. Теперь вопрос от Екатерины. Существует ли разделение между целями и задачами, которые ставит перед собой компания при привлечении ангельских и венчурных средств? Как адекватно оценить, какой формат инвестиций лучше рассматривать для компании? Олег. Ну, если компания хочет привлекать венчурные инвестиции и не может ответить на эти вопросы, я не знаю, мы тогда просто это не венчурные инвестиции вам нужны. Ну, венчурное инвестирование это специфический очень инструмент. Он связан с тем, что вы постоянно следуете определенным правилам и перепродаетесь, и привлекаете все новые и новые инвестиции. То есть, это делать нужно очень быстро, определенная последовательность и параллельно работая с инвесторами, а это непрерывные переговоры с инвесторами, чуть ли там не еженедельные, не каждодневные. Параллельно вам нужно развивать свою компанию, то есть, вот эти метрики, которые вы заявили в своих первоначальных амбициозных планах, вам нужно постоянно их подтверждать и лучше еще и превышать и так далее, чтобы постоянно к вам текли новые венчурные деньги, а там, условно, предыдущие инвесторы получали какие-то экзиты, там, новые инвесторы заходили, и вы там в своем скоростном локомотиве неслись грядущего IPO. Вот если вы этого всего как минимум не осознаете, но у вас просто не венчурные инвестиции, и, конечно, вести переговоры можно, а в том числе и с венчурными инвесторами, потому что большинство венчурных инвесторов это все-таки еще и обычные инвесторы, которые там какие-то другие инвестиции осуществляют, они могут заинтересоваться каким-то образом в вашей компании, там, увидеть какие-то перспективы, но, повторюсь, если вы этого не понимаете, блин, ну, какой смысл тогда вообще это объяснять? По-моему, так. Слушай, ты немножко неправ. Я стучу, чуть поскорее тоже опять. Инвесторам, инвесторам, ребята, интересно только тогда, когда они растут примерно на 10% в неделю по основным метрикам. Есть доход, вот если он на 10% не вырос в течение месяца, то есть 10-10-10 прирост, вот тогда нужно идти к венчурам-инвесторам, чтобы показывать этот интенсивный рост, что да, вы единорог, но если вы растете на 3, на 5, на 9, и 9% в неделю по выручке, по клиентам, по количеству пользователей, по любым другим метрикам, которые вы для себя определили, вам не надо идти за венчурными инвестициями, потому что вам хватит, вот, и самый главный момент, когда нужно идти за венчурными инвестициями, когда вы понимаете, что деньги вам не нужны. Вот в тот момент, когда вы поняли, да мне не нужны деньги, вот в тот момент инвесторы вас захотят. А для чего брать эти деньги, чтобы вот из такой компании вот в такую превратиться, вот в такую компанию, потом вот в такую компанию, потом вот в такую. То есть, если вы не планируете максимально увеличивать стоимость своей компании, вам не нужны никакие инвестиции, вам нужны займы, вам нужны клиенты, вам нужны деньги от партнеров, вам нужны деньги там от клиентов, но не инвестиции. Если вы, говорите, я хочу выращивать стоимость. То есть вы делаете бизнес для того, чтобы выращивать стоимость вашей компании. Вот тогда берите инвестиции с самого начала. Если вы не хотите выращивать стоимость компании, у вас любые другие отличные от этого цели, значит, вам венчурные деньги не нужны. Потому что венчур – это отдельный способ заработать денег на увеличение стоимости компании, на максимальном наддуке ее стоимости. Любыми доступными средствами, инвестициями, клиентами, на грани убытка доходом, чем угодно. Закачать денег любыми способами в компании, прокачать через компанию любым способом, увеличить ее стоимость и доказать это инвестиции. Единственную поправку тоже, наверное, добавлю, что все-таки немножко не так все линейно в венчурных инвестициях. Опять-таки в связи с тем, что мы говорим про технологические какие-то компании, то есть там бывают истории, когда некая компания разрабатывает какую-то там технологию или продукт, который обладает какими-то уникальными характеристиками, которая в перспективе, и венчурный инвестор это знает, могут быть интересны там условно той же корпорации. И тогда венчурный инвестор может входить просто вот в перспективе перепродажи этого продукта. При этом сама компания может вообще, кроме его денег, там никаких денег больше не получать, никаких там продаж не иметь. Ну и такое тоже случается. Понятно. Больше вопросов нет, Олег? Я тогда буду рассказывать контровую тему в отношении к России. Спасибо тебе большое. Спасибо, что уделил время. Спасибо тебе. Да, коллегам я обязательно сброшу твою презентацию. Если захотите задать вопросы, Олег, открыть для коммуникации Facebook, открыть для коммуникации по другим каналам. Спасибо большое еще раз, Олег. Спасибо. Удачи. Итак, коллеги. История про Россию очень понятна, но легко оппонируя к этой теме, мы понимаем, что Россия, она все-таки такая как бы небольшой частный бассейн внутри маленького частного дома. Если вы действительно хотите делать бизнес, если делать бизнес, то есть если вы хотите делать там, обеспечить себе доход какой-то, да, делайте бизнес в России. Бизнес России делать можно. Дешевая рабочая сила. Очень легко найти деньги у физиков под очень маленький процент, если говорить там про альтернативный поиск денег где-то за пределами. компания, но если вы хотите строить действительно большую компанию, то вам стоит приглядываться к более большим рынкам, ну, к примеру, к Европе. Чем хороша Европа? Если говорить про Европу, то мне задавали вчера вопрос тоже, а что вы посоветуете нам, вот какая тема лучше, куда лучше приходить? Ну, допустим, вот мы три года назад смотрели самую-самую дешевую тему, а как вот лучше выйти из России, где начать бизнес, мы запартнерились с Эстонией. То есть, во-первых, это и Residence. То есть, вы получаете карточку пластику, стоит она там 150 евро, и вы можете дистанционно открыть тоже компанию. Чтобы открыть банк, еще там, конечно, придется приехать в Сарану в Эстонию, стать резидентом, там жить. Ну, не знаю, допустим, вот в таком центре, рядом с Талином, со столицей, совсем в пределах города, можно снять офис. Офисное пространство вам обойдется примерно в 8 евро за квадратный метр. Причем это будет технопарк, который как раз ориентирован на то, чтобы... То есть, проводятся мероприятия большое количество. Вы сможете претендовать и получить стартап-визу, вид на жительство. В Эстонии, вот, если смотреть по восточноевропейским странам, все-таки лучше всего оптимизирована налоговая система. И если говорить про налоговую систему, то, конечно же, она более понятна, и там все формализовано. То есть, если вам нужно получить какую-то поддержку, вы выполняете определенную последовательность действий, ее получаете. Если брать, например, ту же Латвию, да, там в Латвии нужно компанию открыть за 50 евро, отдать юристам 50 евро, прилететь туда, пойти открыть компанию. За 700 евро можно открыть компанию самостоятельно. Вообще, выезжать из России не нужно. Вы прям откроете компанию, вам юрист пойдет открыть компанию в Латвии. Но в той же Латвии ничего не формализовано. То есть, вам нужно будет бегать, искать, спотыкаться, нанимать юристы. То есть, тратить дополнительное время и дополнительные деньги. Нет, как таковых, технопарков нормальных. То есть, допустим, эстонский технопарк, для примера, португальский технопарк какой-нибудь взять. Поэтому, если рекомендовать открывать самую первую, самую дешевую компанию для того, чтобы потестировать гипотезы по Европе, я бы рекомендовал открывать компанию непосредственно в Эстонии, в Таллине. И идти в вполне конкретный технопарк. И нужно понять, что если вы идете заниматься этим бизнесом, идете заниматься этим бизнесом, нужно четко понимать, почему вы идете в Европу. То есть, кто ваш клиент, а есть ли ваши клиенты в Европе. И нет просто так смысла открывать компанию в Европе, не знаю, чтобы, к примеру, работать с тем же Гонконгом. По поводу открытия счета, вы должны понимать, есть такие процедуры в банках, называются. Они KYC и NML. Если вы не будете находиться постоянно в той же Эстонии, то вам просто счет закроют. И открыть вы его вообще не сможете. То есть, просто не сможете потом открыть, у вас просто будет блок стоять. Комплайенс банковский вы не пройдете. Если вам придет какая-нибудь большая сумма денег от вашего партнера, они приедут, условно, там, комплайенс-офицер приедет к вам в офис, а вас там не будет. Вас просто заблокируют счеты, очень вежливо попросят денежки оттуда забрать. Это глобальная проблема сейчас Европы, потому что основатели тусуются в России, все у них в России, а компании там. Ну, то есть, фактически, это отмывка денег для них. Это большая проблема. Вам нужно планировать переехать непосредственно в Эстонию, жить в Эстонии. И вторая проблема в том, что вы, получая вид на жительство, если вы не живете в Эстонии, не делаете там бизнес и у вас там, ну, фактически нет сотрудников, то вам вид на жительство просто не продлят. Если вы придете, будете претеновать на продление вид на жительство, он его не продлят. Если говорить там про получение гражданства, то можно пойти на шаг дальше. То есть, можно пойти, допустим, в Португалию. Открыть, есть программа Startup Portugal, там также дают вид на жительство, там дают стартап визу. Там есть замечательные технопарки. Я много о них писал, и мы открывали там небольшой инкубатор. Португалия самая близкая к Соединенным Штатам страна. Если прыгать в сторону Соединенных Штатов в дальнейшем, то, конечно же, лучше Португалия. Но это лучше, чем Испания. В Испании все-таки Сиеста, Маньяна. И хотя в ICX есть программа стартапов в Испании, но я бы рекомендовал, выбирая между Испанией и Португалией, выбирать Португалию. Потому что, во-первых, там, а, можно получить гражданство, подданство, если быть точнее. И там очень понятная программа получения этого гражданства, подданства. В Испании же вы столкнетесь с огромным количеством наплевательского отношения, будете платить там 800 евро сотруднику только за то, что он приходил на работу. У чиновников будет постоянно Сиеста, Маньяна, в Португалии такого не будет. Если же говорить про азиатский рынок, то сейчас наиболее перспективно, наиболее актуально и наиболее эффективно это работа с азиатским рынком. У нас будет очень крутой спикер, совсем скоро зовут его Иван Иванов. Это мой друг, я очень часто приезжаю к нему в Гонконг. И вообще тема азиатская, она мне очень нравится. У нас будет еще, кстати, очень крутой спикер по Китаю. Они более подробно расскажут, но я бы вам хотел показать небольшой документ. Как раз мы сейчас с инвестиционным агентством Гонконга сотрудничаем. И есть такая вот замечательная штука. Она показывает, сколько стартапов вообще и как растет стартап-сообщество. Сейчас там более 3000 стартапов. 200% за 6 лет. 200% за 6 лет. И почему это происходит? Потому что в Гонконг это действительно очень круто. Когда я приехал первый раз в Гонконг, знаете, такой фильм «Облачный атлас». И когда там вот клонов на энергомыло перерабатывали, и потом их другие клоны ели. Я себя почувствовал как будто в «Облачном атласе». Потому что это действительно огромный механизм. Огромный механизм. Гонконг очень крутой, красивый город. Абсолютно. Я, кстати, о преимуществах вам сейчас тоже расскажу. Кратко, а потом Иван расскажет более подробно. Во-первых, в Гонконге вы найдете любой став. Любой вообще. То есть от финансистов, профессионалов. Там очень открыты люди для нетворка. Очень открыты люди для нетворка. Наибольшее сосредоточение финансовых институтов – это первое место в Азии, если вы делаете финтех. И что очень круто. То есть основная часть фаундеров сейчас в стартапах, она из Соединенных Штатов. Из Китая на втором месте мы знакомились там, работали с англичанами, также с французами, австралийцами и индусами. И как это ни странно, кстати, отдельная история открытия бизнеса в Сингапуре, но сингапурские стартапы, если они делают финтех, они предпочитают его делать непосредственно в Гонконге. Если вы планируете открывать… Если вы финтех, у вас два места, вернее, три места на планете. Первое место – это оппонируя Соединенным Штатам. Первое место – это Гонконг. Первое место – это Гонконг. Второе место – это Англия. И третье место – это Швейцария. То есть вот именно в такой прогрессии. Если говорить про Гонконг, то там очень много финтехов. Очень много крутых финтеховских компаний. И, допустим, оппонируя Гонконгу со стороны Швейцарии, есть целый кантон. Это Кантон Во с центром Лозанны, с огромным крутым технопарком. И они тоже, Кантон Во дает и вид на жительство, все кроме избирательного права, и налоги там до 6% можно в ЦУГе получить. И можно там за 20%. Ну, нужно понимать, что это будет гораздо дороже, чем тот же Гонконг. Да, вы получите там технопарк, вайпарк место, вы получите поддержку локальную снизить там налоги. Но вот продлить всю эту историю будет очень трудно. В Гонконге же все сделать гораздо проще. Информационные технологии занимают там третье место. И компании, которые открывают информационные технологии или e-commerce, то есть supply chain, logistic и все остальное, они, конечно же, оториентируются на эту историю. В моем понимании, когда я впервые столкнулся с Гонконгом, Гонконг сейчас превращался вообще в Юго-Восточную Азию и в Восточной Азии и Океане, это глобального инвестиционного индекса он достиг в 2019 году. То есть если говорить про компании, которые идут венчурную историю на IPO, то в Швейцарии, допустим, в Кантоне 400 миллионов долларов, а Гонконг измеряется десятками миллиардов. Это совершенно несопоставимые цифры. Собственные исследования, которые там приводил стартап, то есть там 3184 стартапа, в них 12 тысяч сотрудников. Соответственно, они распределены между стандартными рабочими местами, инкубаторами и акселераторами. И практически все стартапы мультикультурные. Практически все стартапы мультикультурные. Это такое, что, допустим, только китайская компания, только американская компания. Там огромное количество сотрудников из абсолютно разных мест. Примерно там 60% стартапов, они делаются гонконгскими резидентами. И 34% примерно делают стартапами, которые приезжают из других стран. То есть Гонконг был ориентирован и стал привлекательным для иностранцев, для того, чтобы они делали там свои проекты. Гонконг, у него очень дружественная миграционная политика. И сейчас гонконгские резиденты могут посещать 107 стран без виз. Ну и, соответственно, как бы там до 180 дней. Соответственно, если вы приезжаете на короткий срок, то вы используете легкую политику. Чтобы работать, вам нужна либо рабочая виза, соответственно, вы должны доказать свои особые навыки, знания, опыт, ну, как и в любых других странах. И у вас может быть также предпринимательская виза, открывая свою компанию. Соответственно, есть поддержка, так называемая ТЭЧТАС. Это схема приема и поддержки талантов и технологий. Основное там это искусственный интеллект, биотехнологии, кибербезопасность, анализ данных, финансовые технологии. Очень важно, что Гонконг поддерживает материалы ведения, робототехнику. Сейчас появились 5G-коммуникации, цифровые развлечения. Плюс добавили экологию чистых технологий и проектирование интегральных микросхем. Ввели с 2020 года интернет вещей в поддержку микроэлектроники и можно подавать заявки как раз на поддержку и на инвестиции. Мой друг, он как раз начинал свой бизнес с того, что из Словении он воду поставлял в Гонконг и с этой историей зашел и сейчас занимается IT-инвестициями. И как раз он открыл каливинги и каворкинги. Будет его лекция. По поводу налогообложения. Очень крутая также налогообложение. То есть если вы планируете идти на Азию, очень крутая система налогообложения. Налог на прибыль там на первые 2 миллиона гонконгских долларов. Соответственно, прибыль это 8,25%. Прибыль выше этой суммы облагает с налогом в 16,5%. Для некорпоративного бизнеса, то есть партнерства, там индивидуальных предпринимателей, есть двухуровневые налоговые ставки. Соответственно, 7,5% и 15%. Налог на заработную плату 15%. Налог на имущество 15%. И самое главное, на что Гонконг не взимает налог. Нет налога с продаж или НДС. Нет подоходного налога. Нет налога на прирост капитала. Нет налога на дивиденды. Нет налога на недвижимость. Но очень важно, что Гонконг – это порт свободной торговли. Свободный порт. Соответственно, таможенные процедуры облегчаются, работают. Очень круто. Ну и самое главное, что Гонконг – это глобальный город. И там действительно очень яркий образ жизни. Рядом пляжи. То есть вы можете поехать в Китай, поехать в Макао, поехать в Малайзию. То есть Гонконг – это действительно не только финансовый центр. Но и самое главное, что если вы не говорите там по-китайски, по-кантонски, английский – это официальный язык города. И это очень важно, потому что даже транспортная система, когда едешь, там он двуязычный. Ну, Гонконг – это английская колония. И многие жители говорят на английском языке, ну, практически все. Рядом с небоскребом можно поехать на пляж. То есть у меня друг, он живет на острове Маван, и там, не знаю, там, в 150 метрах от пляжа. Конечно же, в центре Гонконга будет снимать квартиру, там или офис очень дорого, но можно снять там офис на Маване, и это будет значительно дешевле. Или временно пожить у моего друга можно. Вот как раз я специально сделал каливинг и каворкинг для тех предпринимателей, которые хотят адаптироваться и приехать жить. Ну и плюс там встречи с инвесторами. У него очень крутая как раз тусовка, инфраструктура для коммуникаций. По поводу безопасности, ну, я бы сказал, что, наверное, Гонконг – это один из самых безопасных городов в мире. И там люди, если совершили преступление, они даже не уходят. То есть убегать бесполезно. То есть вас по-любому поймают. Поэтому люди практически не боятся за свою личную безопасность. И вы тоже можете не бояться. По поводу образования, значит, в Гонконге 20 разных постдипломных вузов по образованию. И 4 гонконгских университета, они включены в 100 лучших мировых рейтингов, соответственно, одно из самых лучших уровней образования в мире. Соответственно, если говорить про бизнес-базу, то сейчас там где-то примерно 8 тысяч крупных компаний, они лендятся в Гонконге. Соответственно, там проводят они R&D, дистрибьюцию, региональные штаб-квартиры у них и казначейский центр. В Гонконге 100 авиакомпаний. И, соответственно, в 190 пунктов летают из Гонконга в 190 направлений. То есть вы можете улететь в любую часть Австралии, Океании, в Арабские Эмираты, куда угодно. Самое главное, что к топам очень легкий доступ. То есть пообщаться с вице-президентом на кредит свист Гонконг вы можете очень быстро. То есть нет таких ограничений, как в России. Не знаю, там есть еще залив Гуандун, Гонконг, Макао. И там кластер из 10 городов фактически. Все очень близко. Все очень близко. И поэтому очень круто и быстро можно налаживать торговые и экономические связи. Прямо я как-то запиарил так очень сильно Гонконг без Вани. Ну, потому что действительно я понимаю, что это действительно очень крутая юрисдикция. И я про нее очень много знаю. Знаю очень много инвесторов, знаком с инвесторами. И там как раз многие чилийские компании, ассоциации. Даже Грузия, она очень эффективно работает и сотрудничает с Гонконгом. И действительно это ведущий финансовый центр. То есть попав там на биржу, вы поймете, какое огромное количество резидентов там присутствует. И что это действительно региональный центр по финтеху. Очень удобный общественный транспорт, полное интернет-покрытие, там логистика супер улетная. Вы можете как в Гонконг привозить что-то, так и из Гонконга что-то экспортировать. А можете пользоваться Гонконгом как офшорной зоны. Соответственно, нет ограничений там на иностранную собственность. Это действительно очень важно, потому что в том же Таиланде вы не можете владеть землей. И есть огромные там программы поддержки предприятий. Там 10 тысяч баксов платят они наличными жителям Гонконга. Льготные кредиты дают, снижают налог на прибыль. В ограничении 20 тысяч долларов, 100% снижение. Отменяют регистрационные сборы. То есть вы зарегистрировали компанию, вам два года ничего платить не надо. Открывают там тоже очень крутая история. Выделяется там до 3 миллионов долларов на развитие второго этапа, на научное, на R&D фактически. И есть огромный там кластер InNageK, в котором можно получить до 600 тысяч долларов США и увеличить коэффициент финансирования до 75%. Соответственно, там 345 миллионов долларов пилотные там... Ну, в общем, очень-очень много крутых программ. Там выделяют огромное количество средств на финансирование, на поддержку талантов, на привлечение кадров и не ограничивают тебя, как там, не знаю, в Дубае. Ты там сидишь в Дубае и все в Дубае, да. То есть ты можешь работать по всему миру, и они заинтересованы в том, чтобы у тебя было партнерство как можно больше, очень много инкубационных программ. Я думаю, что лучше Ваня все подробно расскажет. Там и про Течтас, это НЕКР, разработки, кибербезопасность и вся остальная история. У нас, коллеги, есть еще с вами вопросы. У нас еще есть вопросы. Если есть вопросы, задавайте их, пожалуйста, здесь, в Zoom. У меня Олег спрашивает, какими критериями должен соответствовать стартап, чтобы вы занялись поддержкой в привлечении инвесторов? Смотрите, я не занимаюсь никакой поддержкой. У меня задача очень простая. У меня есть нетворк. У меня есть нетворк. И в рамках этого нетворка я могу вам помочь выбрать, куда вам нужно идти вообще, что сделать. То есть критерий очень простой. Вы должны понимать, для чего вам инвестиции, как вы будете расти. Если вы этого не понимаете, это основные критерии, вам не нужны деньги. Если они нужны на разработку, вам не нужны деньги. Если они вам нужны на что-либо, кроме интенсивного роста, вам не нужны деньги. Я не занимаюсь привлечением займов. У меня есть куча партнеров. Они будут тоже спикеры, они будут уступать. И они могут вам в России привлечь займы. Это их работа. Моя работа другая. Моя работа знаний топ-менеджеров в Европе, знаний топ-менеджеров в Азии. У меня есть понимание того, как найти для вас топ-менеджера того или иного сегмента, как сделать интро на него. И я могу вам только в этом помочь. То есть, в принципе, если вы там имеете какой-либо нетворк, вам нужно сначала отработать его. Если вы этот нетворк не отработали самостоятельно, то сначала отработайте, пожалуйста, нетворк. Вы поймите, что ваше время стоит денег и приходите тогда ко мне. То есть, второй критерий, вы должны сами попробовать привлечь инвестиции и понять, что это сложно, это отнимает огромное количество времени у вас и что ваше время, оно стоит очень дорого. И тогда вы можете прийти ко мне и сказать, Сергей, помоги нам, пожалуйста. Мы как бы поняли, мы попривлекали инвестиции, мы там собрали какое-то количество денег, но мы не хотим его дальше тратить, мы не хотим искать топов сегмента. Я могу помочь найти партнеров. Я могу конвертировать ваших инвесторов в клиентов. И это будет для вас дешевле. То есть, моя задача не привлекать деньги, а давать вам возможности. И помогать вам общаться с людьми. Поэтому критерии очень простые. Оценкой стартапов я не занимаюсь. Я могу посмотреть только на документы, посмотреть, соответствует ли вы критериям финансового продукта. То есть, я иду к инвестору, говорю ему про финансовый продукт. Мне там вообще все равно. И финансовой оценкой я не занимаюсь. Да, я могу примерно определить стоимость вашей компании, но, опять же, даже большинство инвесторов не умеет это делать. Но вам нужно просто оправдывать. Будет свою стоимость и расти. То есть, вам нужно все-таки не к стоимости. Стоимость будет рассчитываться на основе ваших метрик. Это очень важно. По поводу захвата рынков. Ну, знаете, очень амбициозно. Вы пока очень маленький, и вы не будете заниматься там. То есть, захват рынков – это когда… Вот, допустим, если вы пойдете в Соединенные Штаты и захотите там поработать, то если вы сунете в Штаты и не будете иметь 500 тысяч долларов, то лучше на ней идти. То есть, это бессмысленно. Вы одну гипотезу в Штатах проверите за миллион баксов. За 500 тысяч долларов вы просто придете там, осмотритесь. То есть, начиная от того, что там законодательство профильное, да, особенно если вы… У меня очень много там друзей говорит, а мы вот открыли компанию через интернет там, в Силиконовой долине, в Силиконовой долине, в Силиконовый банк счетный. Круто. А от кого вы будете деньги брать? От инвесторов? желаю вам удачи то что инвестор настолько избалованы силиконовой долей кстати отдельная тема завтра хочу тоже об этом поговорить я смотрел фильм дудя об этом тоже поговорим отдельно просто чтобы избавить вас от иллюзии что в америке все хорошо америка это огромное кладбище и там каждый день умирают миллионы стартапов соответственно я вам об этом расскажу по поводу америки мне вообще абсолютно там очень много набитых шишек у меня брат живет в нью-йорке у него своя компания он проходил он продал одну свою компанию сейчас живет там и я прекрасно знаю понимаю что такое сша с точки зрения идти я прекрасно понимаю что такое то есть мне гораздо проще найти инвесторов там штате нью-йорк а чем найти их силиконовой долине найти гораздо проще инвесторов майами чем найти в той же силиконовой долине то есть я получу деньги я получу связи и все в одном флаконе и чем я буду бегать там умолять кого-то в силиконовой долине то есть все что там снял будет чушь сегодня мы уже поплакали с инвесторами там коллективно как можно такой был чушь снять что считаете важным по поводу патентов ребят по поводу патентов есть такая штука и допустим сети в штаты пошли в штаты и получили что-то и получили какой-то патент неважно на что там есть такая история патентные тролли что они говорят они дают а мы этим уже они а вы получили патент они взяли ваш патент сделали изделие и продали его там через amazon или там кому-то есть документ они приходят в суд говорят все вот мы продаем изделие у меня патент и ребят и начинается троллинг вас начинают троллить вам выдают судебные запреты юристы это очень дорого в сша и вы начинаете тратить все свое время на то чтобы защититься от этих троллей патентных которые там есть большой доли вероятности они вас заберут поэтому сначала лучше если не идете штаты сначала лучше коммерциализировать вашу историю начать продавать а потом уже получать патент это очень крутой лайфхак он еще многих моих партнеров спас что касается китая даже если там не знаю экспортируете масло какую-нибудь горлинку будьте готовы к чему потому что вы сначала должны получить товарный знак а потом завозить продукцию как только в свободный порт привезете горлинку тут же человек это фотографирует и бежит регистрирует товарный знак и законодательство таможенной очень жесткая в китае там совершенно другая политика вам сначала нужно зарегистрировать потом это привозить но будьте готовы к тому что в вашей там конструкции пружинку как вот у меня знакомые они брали пружинку в тракторе в нефтяном и просто переворачивали и регистрировали как совершенно другое изделие просто пружинку переворачивали то есть даже вообще ничего не меняли им регистрировали и они это продавали был очень большой скандал правда по поводу у меня тут спрашивает василиса по поводу экономической ситуации в нашей стране коллеги ну как бы вы же понимаете да что вы живете в россии и это очень крутая страна и я сам очень много чего сделал для страны в 30 лет я руководил рабочей группой при администрации президента по принятию сотов федерального закона был заместителем представителя совета в дпо грузия сергей иванович и руководила рабочей группы ну то есть мы писали закон вот я его провел через две палаты парламента принял ну фактически принимал участие в принятии общественных слушаниях и в 2011 году президент российской федерации подписал этот закон фактически обеспечив там 50 500 тысяч рабочих мест каждый день я помогаю врачам людям эту гуманитарку отправляем там огромные гуманитарные миссии делаем я очень люблю свою страну и всячески помогаю людям помогаю предпринимателям сейчас бесплатные мероприятия для вас устраивают тоже чтобы помочь россии но при всем при этом я абсолютно точно уверен что если вы хотите делать не просто свечной заводик и будете пешником а хотите делать крутой бизнес то вам лучше идти европу вам лучше идти гонконг вам лучше идти в швейцарию вам лучше идти в гонконг вам лучше идти в объединенные арабские эмираты и там делать крутой большой бизнес не потому что россия плохая а потому что ну вот так случилось такое позиционирование у нас такую форму мы избрали общественной безопасности что мы жертвуем определенными вещами для того чтобы обеспечить общественную безопасность почему так происходит я не могу я не могу оценивать экономическую ситуацию я не канонист вот я общаюсь очень много с топовыми чиновниками министерствах руковожу рабочей группы инноваций для корпораций а в том числе есть товарищем из министерства промышленно-торговые там строительные строительной корпорации ростех роснано но как бы я могу сказать он точно что в понимании огромного количества людей для обеспечения общественной безопасности россии должно быть вот так вот америка говорит мы напечатаем много долларов мы раздуем огромные там стоимость компаний и для нас это такая общественная безопасность мы столько бухаем военные бюджеты россия это мы сделаем вот так это политика да эта политика огромного количества очень богатых людей которые ее создают поэтому я наверное больше оценил не экономику а оценил то как очень богатые люди на это все влияют ну просто времени этим заниматься по поводу фиксации юридических прав коллеги если вам нужны какие-либо документы я с большим удовольствием сбросу договор на чуждений эксклюзивного права я сбросу договор авторского заказа то есть если вы работаете в рамках компания вам нужно один договор заключать со своими сотрудниками для того чтобы фиксировать это право на вашу компанию если вы работаете с физическим лицом нужно другой договор заключать но в любом случае вы должны это делать не даром никаких эффективных платежей не должно быть там 5000 рублей за какой-либо сложный комплекс но он просто иначе инвесторы посмотреть договора, и ничего этого не будет. Спасибо большое, Олег, тебе за вопрос. По поводу лайфхаков для привлечения инвестиций, коллеги, ну, как обычная продажа, воронки. И нужно научиться создавать воронки, нужно в эту воронку помещать людей определенных, квалифицировать инвесторов, то есть понимать, что чеки у них совпадают с вашими, что они понимают этот сегмент, что общаться нужно с ними очень кратко, по 150 символов писать, чтобы они на экране могли быстро посмотреть, что очень занятые люди. И основной лайфхак, вот прям на миллион долларов совет, никогда не заходите к инвестору напрямую. Найдите проект, в который он инвестировал, познакомьтесь с основателем, подружитесь с ним, попросите его представить инвестору. Все. Он с ним знаком, он уже дал ему денег. Если основатель вас представит, если вы основателю будете полезны, это будет очень круто, и с большой долей вероятности он тоже вам даст денег. Это прям совет на миллион долларов. Второй момент, познакомьтесь с его коллегой. Постарайтесь в его коллеге найти партнера какого-то, не получилось. И тогда попросите, ой, а представьте меня, пожалуйста, вот этому человеку. То есть тогда, когда вас представляет какой-либо знакомый человек, вам гораздо проще. То есть всегда работайте через интро. Никогда не идите напрямую. По поводу схем поиска инвестиций, мне Евгений задает вопрос. Ребят, нет никакой схемы. Вы ищете людей, которые понимают или могут понять ваш бизнес, вы этим людям рассказываете о себе как о финансовом продукте, вы делаете воронку. Ну, это огромная работа. Эту работу нужно уметь делать. И вы должны понимать, что если, допустим, в Арабских Эмиратах человек не будет работать меньше, чем за 6 тысяч долларов в месяц. Но он не будет на вас работать, потому что он легко найдет работу за 6 тысяч баксов. Если вы идете в Арабские Эмираты, ну, там лайфхак, значит, ищите арабиста, который знает арабский язык, который сам мусульманин. Ну, не надо, вот я там приезжал на мероприятие замминистра промышленности и торговли Груздева в Арабские Эмираты. И там входило всем из «Газпром нефти» девушка что-то рассказывал. Вот самый вот безумный шаг арабам пытаться что-то через женщин продвигать. Я очень люблю женские стартапы. Я не сексист. Я... У меня сейчас там два портфельных проекта, где девочки-основательницы, я ему очень сильно помогаю, но это специфика рынка. Если вы не знаете арабский язык, не надо идти в арабскую страну. Там большие возможности в Бахрейне, в Катаре, в Эмиратах. Я помогаю сейчас людям с этими странами. У меня есть арабисты, эти люди, которые знают традиции, язык. Я только с ними туда езжу. Хотя я по-английски общаюсь с арабами, но начинают всегда они. Если вы едете в Китай, значит, у нас должен быть человек, который говорит по-китайски, чтобы вас там не обмануть. Ваш человек, которого вы наймете, которому вы будете платить зарплату. И это нормальное, абсолютно правило. Ну и вам самим нужно учить английский язык. Очень хорошо его знать. Каждый день на нем говорить. Каждый день говорить на английском. Если вы едете за пределы России, каждый день нужно общаться на английском. Читать на английском. Документы, статьи. Писать, читать, общаться, разговаривать голосом на английском языке. Делать это ежедневно. Иначе без знания языка вы вообще никому не нужны за пределами России. Ну начнем от того, что вообще никому там не нужны. Все желают на вас денег заработать. Такая вот история. Коллеги, если есть какие-то вопросы, я с большим удовольствием отвечу. Понятно, вопросов нет. Окей, большое спасибо, что были с нами. Сегодня прошел очень круто второй день. И мы по России поговорили, и по иностранным странам. Некоторое количество лайфхаков я отдал вам. Поэтому анализируйте, пересматривайте еще раз материал. И завтра у нас очень крутой спикер. Также еще будет неделя. Я надеюсь, на вторую неделю мы тоже эту историю продлим. Все, всем счастливо. Всем пока.